Застрять в Фургаде. Свыше 200 пассажиров рейса МАУ более суток не могли вылететь из Египта. Самолет пытался подняться в небо четыре раза, но тщетно. Людей отправляли в зал ожидания, не обеспечив при этом ни едой, ни водой. Как все это объясняют в авиакомпании и чем завершились египетские каникулы украинцев. В сюжете Анны Каменевой. Помогите! Их египетские каникулы неожиданно закончились сущим кошмаром. 215 пассажиров и 28 малолетних детей застряли в аэропорту курорта Фургада. Вылететь в Украину они должны были еще вчера вечером. Нас загрузили в самолет. Через 15 минут сказали, компьютер на самолет и сломался. Надо подождать 10 минут. Через 10 минут сказали, надо ждать еще 10 минут. Потом нас выгрузили и сказали, подождем непонятное время. Подождали мы в зале самолета без води, без еды, без места для сидения, а для всех. Купить предлагали, конечно, воду. За 5 долларов, да? Кипяток. Просто обычный кипяток. После двухчасового ожидания вторая попытка улететь. Мы вновь сели в самолет и на взлетной полосе его затрусило и чуть развернуло. И остановило очень редко. То есть некоторые люди прям врезались в дальнейшие сидения. После этого пассажиров вместе с экипажем отправили в отель. Три часа на отдых и снова в аэропорт. Там их ждал все тот же злополучный борт. К тому времени пассажиры разделились. Меньшая часть села на самолет, большая отказалась лететь на неисправном судне. Но борт опять не смог подняться в воздух. Недовольство пассажиров вызвало и отношения представителя туроператора. Мы просили стулья, мы просили воду, мы просили какие-то отдельные помещения, чтобы мы не были тут брошенными посреди зала на сумках своих. Полный игнор. Попорядила нас, что нас просто выкинут на дверь, если мы будем тут створивать кислый шум и гам. Почему-то ввел себя представитель турфирмы в главном офисе не объяснили. На сайте агентства лишь сухая информация. Дескать, приносим извинения, вылетел другой самолет. МАУ и правда отправила за пассажирами другое судно. Но только после четырех неудачных попыток поднять в воздух первый самолет. По предварительной информации, самолет не смог вылететь, из-за того, что в кабине пилотов срабатывали датчики сигнализации определенных систем и узлов, что не давало командиру уверенности в том, что судно стопроцентно исправлено. В итоге, ближе к вечеру, второй борт все же забрал пассажиров из Хургады. Вот только они теперь сомневаются, захотят ли после суток ожидания еще раз воспользоваться услугами авиакомпании и туроператора. Анна Каменева, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер.